здравствуйте по поводу химтрейлов кто не знает да версия такая некие самолеты летают распыляют некое химическое вещество которое приводит воздух да люди этим дышит это приводит к генетическим поломкам и снижению рождаемости и вообще это нужно для того чтобы снизить количество людей а занимается этим ну некие темные или правительство в общем кто-то да может быть коллективное правительство до мировое правительство вот кто-то и вот травят нас людей все ходят снимают видео что эти химтреллы есть очень след такой знаете самолет прилетает оставляет такой след химического вещества которые распыляют и тогда и это в основном больше над россией и там немного меньше но другими странами в общем объясню как это произошло есть такой диагноз шизофрении и и иногда бред муж шизофреника человека с шизофрении очень серьезный он называется высоко кристаллизированный бред со своей логикой причем человек несведущий если это говорится например в контексте физики он не поймет там будут и термины и обоснования и своя логика только пара логическая патологическая логика это как знаете шли два студента один в кожаном пальто другой тоже в яму упал вот это патологическая логика а вроде все вместе но не одно и то же так вот впервые был описан вот этот феномен знаете когда женщина с мужем и ребенком жила где-то вдалеке от деревни на болоте она страдала шизофрении так вот и она более слабых психологических внушаемых людей мужа и сына убедила что там она общается и с кикиморой и с водяным и уже начали они видеть до это и вот их советские психиатры поймали разделили женщину лечили шизофрению у нее но они поняли что у кого-то индуцированный бред а у кого-то настоящий у женщины настоящих их просто разделили вот мужу и сыну не давали никакие нейролептики и галлюцинации и убеждения прошло у женщины же только с помощью коррекции нейролептиков как только отменяли нейролептики так сразу бред возобновлялся потому что при шизофрении нельзя разубедить человека нельзя можно только в его бреде можно только его как бы на время купировать нейролептики вот я теперь подхожу да подхожу к чему кто первый выбросил вот этот вот миф в информационное пространство ну у нас появились вы сами понимаете телефоны теперь любой даже психиатрической больницы иногда записывать некие свое видение на ситуацию ну такое бывает вот этот человек я не буду называть его фамилию по ретроградному анализу поставили диагноз ну и он лежал в больнице шизофрении высококристаллизированный бред со стран прибалтики русскоязычных так вот вообще история какая а как правило очень редко по больные шизофрении действительно становится гениально гения и безумец и безумство рядом потому что патологическая логика открывает другое видение на ситуации поэтому рождается какая-то теория а потом она подтверждается бывает такой вот ну так вот его история смотрите он сначала поступает во и и потом надо понять шизофрения это не всегда дурак совсем да она называется ранее слабоумие но именно из-за потому что большого количества голосов бреда человек не социализируется он может быть внутри то встанет семь лет лежа станет и обыграет в шахматы чемпиона мира но ему эти голоса мешает и он внешне кажется совсем каким-то не таким дурачком но это не совсем так так вот там внутри такой мыслительный процесс вот переговор с голосами своим внутренним миром ну так условно и так этот человек поступает в летное училище но они проходят по баллам и становится радиоинженером но все равно летное это ключевое лейтенантом он выходит но не перестает работать и у него тут как правило люди с такими профессиями очень часто не социализируется и меняют свою профессию так вот он поступает дальше на врача отучается на врача но врачом как таковым не становится диплом получает становится гомеопатом такую условно врач скажем так простите меня гобиопаты да вы же знаете о чем я говорю и тоже не получается не хотел начинает заниматься какой-то такой хренью псевдомедицинской там какие-то там непонятные энергии ну что-то такое так вот и потом как он говорит я как-то выхожу а это ну как бы появляется вот я щас объясню почему многие подтвердили это как бы псевдоподвели но ведь я как-то выхожу и вид я то ли все-таки летчиком отношусь я выхожу и вот след идет от самолета меня тут осенило он какой-то не такой ну там может быть другая физическая конфигурация воздуха была бывают такие облака непонятно я понимаю нас травит и он вот эту вот логику свою патологическую начинает развивать развивать ходить доказывать и так далее и как только появляется у него хороший ресурс он это выкидывает пространство что дальше происходит очень много людей внушаемой до людей с неврозом они очень внушаем так вот если кто-то им с позиции авторитета и врач и и летчик начинает объяснять терминами логическими разжевывая они не понимают они же не врачи психиатры они не понимают что это логика логика патологическая недоказуемо опровергаемая любимым любым специалистам ну вот типа рэн тв да вот и они понимают и начинают как так как любой невротик нужно и назначим антидепрессанты если он прочитает побочные эффекты а у антидепрессант он найдет сразу у себя вот это или прочитает историю болезни свою все он сразу умрет не надо вот это вот читать дорогие мои невротики не надо читать побочные действия противопоказания врач назначил все иначе вы себя сами убедить что у вас там так вот и так же тут и находит вот причину своего недомогания своей тревожности да там а может вообще быть подвержена этому индуцированную бреду развивать себя находить потом такие же единомышленникам и уже без этого человека начинает это все развиваться и развилась что побудило какому-то фактическому доказательству этого бреда в том дело что в 90-х годах был была просадка по по количеству военных самолетов да да и вообще самолетов а потом начала опять развиваться начали вот сейчас до последнем 15 все-таки большие маленьких самолетов и больших и военных самолетов стал летать мы-то об этом не знаем да и естественно относительно там 90-х годов человек смотрит и говорит да действительно что самолетов много а тем более вот сейчас 2003 год наверно может быть подготовка какая-то к войне было может быть да их начало там летать самолет разведчики дачу люди начинали ведь вот сбрасывание топлива до перед открытие аэропортов проходимость аэропортов экономик развиваться начала и в россии в странах снг до большее количество людей больше стало это как бы подтвердило патологически их теорию а потом когда ты ходишь и ходишь не замечаешь тут тебя сказали и ты нет нет раз посмотрел на небо раньше не замечал а тут бабах след это конверсионный след это ну след от пропадать чего до прилетел топлива до изменила немножко количество атмосферы все это вот инверсионный по моему след называет он у всех самолетов просто раньше ты не замечал тут обратил внимание и давай это действительно и твое подтверждение что у тебя вплоть даже мама от рака умерла вот этот химтрелла как разбивается эта теория ну то есть поняли да один больной человек индуцирул массу других людей невротиков и тревожных дальше дальше что я хотел сказать а как это вообще разубедить его то нет невротиков тревожных как разубедить дорогие друзья посмотрите все отлично настраивает все замечательно я с этим согласен но каким воздухом вот скажите мне каким воздухом дышит те которые настраивает каким каким-то другим то есть можно определить они всегда в кислородных баллонах живут в бункерах да вот каким скажите мне дорогие или вы что думаете тут он сразу осел не прилетит в новую зеландию что прилетит дорогими так вот логика была бы если бы сказали вот например у москва на рублевке живут те которые травят а вот система водоснабжения до москвы и вот туда если а добавляет какой-то яд логика была бы в этом потому что на рублевке может про сверлить скважину да или даже бутылированную сбавила с байкала доставлять вопросов нет вопросов но вот когда воздух ребят да собственно говоря ядерной войны пока нету потому что все боятся облаков ничего мы с ними сделать не можем так что выходите из этого индуцированного бреда а может вам помочь вот мухоморчик мухоморчик выводит из архи че из иерархического подчинения индуцированных бредов невротической патологической зависимости евротической любви патологической многое из чего потому что очень хорошие здесь психоделик нос и мол вот так у дорогие мои подписывайтесь на мои телеграм-группы там очень много интересных до свидания